Да, это все просчитано, но дело в том, что здесь есть некие плавающие величины. Например, стоимость лекарственных препаратов, о которых договаривается Министерство здравоохранения с фармачическими компаниями, не является величиной постоянно. Эта величина переменная, и зависит она от объема контракта, от условий контракта, ну то есть от разных, скажем так, торговых вопросов. И Министерство здравоохранения с фармачическими компаниями в буквальном смысле ведут торг. И внутри этого торга существуют разного рода договоренности. Например, если заранее, допустим, на заводе зафрактовать определенное количество лекарственного препарата, ну, например, на год вперед, с обязательством его выкупа, то, естественно, стоимость такого лекарственного препарата может снизиться весьма значительно, ну, может даже на 50%. То есть это не фантастический вопрос, это абсолютно реальная система. Список нозологий регулярно пополняется в основном за счет орфанных заболеваний. Начинались с 7, сегодня их 14 в программе. Необходили ли мы еще расширить регистр, включить в него пациентов с другими патологиями? Понимаете, в чем дело? Мы можем до бесконечности эту программу увеличивать за счет нозологий, самое главное, если сопровождающие средства. То есть если мы увеличиваем программу по нозологиям вместе с деньгами, ну, тогда в этом смысл есть. Например, сейчас очень широко обсуждается проблема спинальной мышечной атрофии для лиц старше 18-летнего возраста. То есть мы с вами знаем, что пациенты со спинальной мышечной атрофией обеспечиваются лекарствами, это в основном детки, обеспечиваются лекарствами по фонду «Круг добра». Но мы при этом также понимаем, что фонд-то обеспечивает только детей. И поэтому, как только ребенок или, условно, уже молодой человек перешагнул 18-летний предел, он выпадает из круга тех людей, о ком заботится фонд «Круг добра». Ну, есть еще одна такая тема, это достаточно распространенные заболевания, ну, такие, как различного рода астмы, заболевания легких. То есть мы знаем, что таких пациентов очень много, что астма – это бич молодежи, что очень быстро происходит с нее инвалидизация, очень быстро с нее падает качество жизни, у людей возникают трудности с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди начинают жить меньше, они погибают от сосудистых осложнений. А мы все как-то не обращаем внимания на это заболевание. Болеют миллионы. История лечения таких людей сейчас стала возрастать. То есть это раньше были копейчные препараты, сейчас они далеко не копейчные. История лечения.